Листы с мятой бумаги возле печатной машинки. Громкий щелчок и на чистом листе появляются строки. Такая инсталляция встречает всех, кто пришел на вечер, посвященный творчеству Эдуарда Осадова. Я могу за тобой идти по Чащобам и Перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Эти строки поэт посвятил своей второй жене, актрисе Галине Разумовской. Она постоянно гастролировала, а он был готов ждать ее долго-долго и верно-верно. С Эдуардом Осадовым лично знакомый журналист Галина Поликарпова. Она брала у него интервью, когда только открылась студия Одинцовского телевидения. Женщины всегда старались, следили за его творчеством и находили ответы на все сложные вопросы. Призываю, читайте Осадова и отмечайте его юбилей. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Осадова. Он яркий пример волевой личности. Участник Великой Отечественной войны выжил на поле боя, но получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Врачи не смогли сохранить ему зрение. И до конца жизни он был вынужден носить полумаску. Человек не сломался, человек нашел себя. Стихи у него удивительные. Ну, вообще, вот когда так как-то не очень хорошо на душе или наоборот очень хорошо, открываешь домик Осадова и становится легче. Эдуард Осадов автор 47 книг. Их раскупали мгновенно. Писал стихи, поэмы, рассказы, повести. Много ездил с выступлениями по стране. Его произведения от руки переписывали в дневники и тетрадки. Современные почитатели творчества поэта часто читают его стихи на камеру. Творчество Осадова – это совершенно особое творчество. Это творчество не только прекрасного поэта, это творчество великого гражданина, который прожил такую тяжелую жизнь и который, тем не менее, оставил о себе такую светлую память. Имя Эдуарда Осадова навсегда вписано в историю Одинцова. Последние годы поэт жил и работал в писательском поселке Красновидово. И часто бывал в городе. Посвятил ему стихотворение «Здравствуй, город Одинцова». О важнейших исторических событиях он рассказывал с поэтическим дыханием, присущим только ему, только Эдуарду Осадову. Алтына Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.